Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Сегодня у нас Алексей Михайлович Жемчужников. Русский лирический поэт, сатирик и юморист. Один из создателей образа Козьмы Пруткова. Происходил из старинного дворянского рода Жемчужниковых. Сын сенатора Михаила Николаевича Жемчужникова от брака его с Ольгой Алексеем Перовским. Приходился племянником известному писателю Анатолию Погорельскому двоюродным братом Алексея Константиновича Толстого. Вырос в родовом имении Павловка под Ельцом. Короткое время учился в 1-й Санкт-Петербургской гимназии. В 1835 году был переведен в училище правоведения. В 1847 после отпуска, проведенного за границей, перешел на службу Министерства юстиции. А в 1849 в государственную канцелярию был помощником статс-секретаря Государственного совета. В 1858 вышел в отставку и жил в Калуге, Москве и во второй половине 1860-х годов, начале 1870-х. За границей, преимущественно в Германии, Швейцарии, Италии и на юге Франции. С 1884 года проживал только в России. Я пользуюсь Википедией. Вернувшись в Россию, главным образом остается в Тамбове и Тамбовской губернии. В имени свое взятие Михаила Боротынского, племянника поэта Евгения Боротынского, в селе Ильинка, Ильиновка, Кирсановского уезда, ныне село Ильинка, Умецкого уезда Тамбовской области. Литературный дебют состоялся в 1850 году в журнале «Современник». Была опубликована его комедия «Странная ночь». Кроме «Современника», «Жемчужников» также печатался в журналах «Отечественные записки», «Искра» и других. Совместно с братьем Владимиром Александром и двоюродным братом Алексеем Толстым создал литературный псевдоним Козьмой Прудкова. В период 1859-1869 годов «Жемчужников» не печатался и почти не писал, как он объяснил впоследствии, опасаясь стать «подголоском» Некрасова. После возвращения в Россию в 1884 году начал возвращаться в литературу. Первая его книга, стихотворение «Жемчужникова» была издана лишь в 1892 в двух томах. Была отмечена поощрительной Пушкинской премией в 1893 году. В 1900 году, к 50-летию его литературной деятельности, вышел сборник «Жемчужникова» – «Песни старости». В том же году он был одним из первых, вместе с Толстым, Чеховым, Кони и другими избран почетным академиком Петербургской Академии наук по разряду изящной словесности. В 1871 году в Германии им было написано стихотворение «Осенние журавли», здесь под небом чужим, посвященное нежно любимой жене, медленно умирающий от чехоты. Положен на музыку в начале 1920-х. Музыку написали Александр Вертинский и Ежи Петербургский, автор «Танго», «Утомленное солнце» и вальса «Синий платочек». Один из самых известных ностальгических романсов. Русская критика конца 19 века видела в «Жемчужнике» продолжителя поэтических традиций классики. Его творчество высоко ценил Некрасов, Тургенев, Толстой, и они вдохновляли и всячески ободряли поэта. «Жемчужников» гордился сердечной дружбой с Львом Николаевичем Толстым, который писал в день полувекового литературного юбилея поэта. Очень радуюсь в случае напомнить тебе о себе сердечным поздравлением с твоей твердой и благородной 50-летней литературной деятельностью, поздравляя себя с тоже почти 50-летней с тобой дружбой, которая никогда ничем не нарушалась. Умер Алексей Михайлович Жемчужников 7 апреля 1908 года в Тамбове, похоронен в Москве. С 1859 года был женат на Елизавете Алексеевне Дьяковой, которая скончалась от чахотки. В браке Дьякова имела пять детей. Ольга Алексеевна, музыкантша Лидия Алексеевна, Татьяна Алексеевна, крестница Крамзиной, Анастасия Алексеевна, родилась в Ротенбурге, крестница Ивана Тургенева и Владимир Алексеевич, который умер в владельчестве. Ну, вот так вкратце о русском поэте Алексея Михайловича Жемчужникова. Ну, а теперь я постараюсь немножко почитать его работы. Эпохи и знамени в том, что ложь бесстыжая восстала, и в быт наш лезет на пролом наглей и явнее, чем бывало. О, глубокие еще следы пороков старых и вражды, то затаенной, то открытой, голодной черни, черни сытой. Героев времени вражда, ко всем делам гражданской чести, не знает мира и стыда, как червь их точит к жажды мести. Вот наша язва, вот предмет и отвращения, и смеха, у них иной заботы нет, лишь бы загадить путь успеха, нечистотой своих клевеет. Написано в 1870 году. Ранней осени подарок, голубой, прозрачный день, полдень блещущий, не жарок, не нужна густая тень, близ пути под дикой грушей, на траве скамья стоит. Сядь сюда, смотри да слушай, мне как будто говорит, сел. Смотрю кругом и внемлю, долго, кажется, сижу, то на небо, то на землю, с благодарностью гляжу. Нет болтливого народа, тишина, лишь мошек рой, всю проясную погоду распевает надо мной. Красивые сихотворения. Забудь их шумное волнение, прости им юный пыл души, и словом строгим суждения их от себя не отврати. Они к тебе простерли руки, мольба их общая свята. Для всех святилища науки открой широкие врата. Не отнимай у них надежды, еще вся жизнь их впереди. Отпалачай от невежды их юный возраст. Огради. И новый лист притешь отныне. Ты в лавры царского венца. И может вспомниться при сыне великодушия отца. А теперь немножко из козьмы Прудкова. В акции чернин с пользой, а злой с удовольствием. Если хочешь быть счастливым, будь им. Глядя на мир, нельзя не удивляться. Одного яйца два раза не высидишь. Если на клетке слона прочтешь надпись «БУВЛ», не верь глазам своим. Если у тебя есть фонтан, заткни его. Дай отдохнуть фонтаном. Бди. Усердие все превозмогает. Бывает, что усердие превозмогает и рассудок. Что имеем, не храним. Потерявши, плачем. Что скажут о тебе другие, коли ты сам себе ничего сказать не можешь? Полезнее пройти путь жизни, чем всю вселенную. Лучше скажи мало, но хорошо. Легче держать вожжи, чем бразды правления. Единожды солгавший, кто тебе поверит? Мудрость, подобно черепаховому супу, не всем доступна. Зная, читатель, что мудрость уменьшает жалобы, а не страдания. Никто не обнимет необъятного. Опять скажу, никто не обнимет необъятного. Плюн тому в глаза, кто скажет, что можно обнять необъятное. Ну вот так. Немножко, конечно, вкратце о русском лирическом поэте, сатирике и юмористе, одним из создателей образа Козьмой Пруткова, Алексея Михайловича Жемчужникова. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok